Россия, Орел, Валентина Полянская, консультант. Как нам продвинуть адресный проект? У меня уже и правительство Орловской области, городской департамент, как бы, в курсе событий, поддерживает меня. Вот, это, департамент градостроительства, депутаты. Вот, только вот, как бы, эту комиссию, эту команду, чтобы она к вам попала, и, как бы, вы уже с ней вели переговоры. Вот, подскажите, пожалуйста. Хорошо, понятно. Одного желания, чтобы появился адресный проект, недостаточно. И самое сложное в любом проекте, это, на самом деле, не желание, чтобы этот проект был реализован, а инвестиции. Если на проект не будет денег, то он никогда не будет реализован. А будут деньги или нет на проект, то зависит от того, насколько он будет эффективен. То есть, от бизнес-плана и технико-экономическое обоснование. Эта работа никем не делается, и, естественно, никакой инвестор в этот проект не пойдет. То есть, для того, чтобы реализовать любой адресный проект, первое, что должно быть сделано, должен быть сделан анализ, а необходимо ли это с технико-экономических соображений. Будет ли это купаться? Для этого надо готовить бизнес-план. И это надо тем, кому это нужен проект, а не нам. И таких проектов могут быть миллионы. Мы не можем предлагать по всему миру эти проекты. Даже как автомобильная дорога, она нужна в любом месте. В любом. Подойдите к карте, ткните, закройте глаза, ткните пальцем, куда палец попал туда, там нужна автомобильная дорога. Она есть уже. За сто лет построили. И, опять же, если ткнуть пальцем в любую точку земли, и там тоже нужны дороги Skyway. Но это и значит, что она там появится. Даже как не значит, что автомобильная дорога должна была сама появиться. Значит, кто-то должен заказать ее, кто-то зафинансировать, и тогда она будет построена. Так и здесь. Субтитры создавал DimaTorzok